Ну знаете, как это ни странно, я не очень слежу с событиями в Греции, то есть вот где-то что-то проскальзывает в новостях, я обращаю на это внимание, я не могу прогнозировать, чем это все закончится, поэтому мне сложно здесь сказать, я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос. Безусловно, волнение будет определенное, есть, по всей видимости, кредиторская задолженность, которую не торопятся отдавать, но вероятнее всего, все-таки эти долги придется гасить каким-то образом перед кредиторами, ну и этим все и закончится, и в общем-то и все, не знаю, я не готов это комментировать, потому что я не знаю глубоко. Ну давайте поговорим просто тогда о будущем Европы, Евросоюза, да, вот вы бывали в странах Евросоюза, да, я уверен, видели это изнутри, ну и отсюда, я думаю, многим понятно, видно, что происходит, вот на ваш взгляд, будущее Евросоюза, какое оно, то есть останется ли эта организация существовать или нет, ну это такое самое главное, да, и дальше просто говорим о том, насколько эта система вообще устойчива, да, Премьер Греции показывает, что не очень, ну понятно, да, в будущем Евросоюза. Да, ну еще раз хочу сказать, что я не являюсь политиком, я не знаю какие-то вот политические движения, они меня не сильно интересуют. Как турист, ну открою, может, небольшой секрет, у меня и недвижимость есть в Европе, и определенные активы, и даже может быть там небольшой бизнес. Что касается вот бизнес-процессов в самом низу, то в принципе все так же, как во всем мире существует определенный кризис, существуют определенные сложности, с точки зрения закона, то закон работает, каких-то серьезных проблем я не вижу. Евросоюз, это достаточно удобно с точки зрения и торговли, с точки зрения перемещения, очень удобно, потому что я начинал свои путешествия, когда еще не был Евросоюза. Сейчас Евросоюз развивается, вот мы видим ряд стран, вошел Евросоюз, там, как, например, Хорватия, вошла ряд стран, планируют войти. На примере с Хорватии я могу сказать, что вот эта подготовка к вступлению в Евросоюз положительное влияние оказала, то есть это есть определенные условия для того, чтобы войти в Евросоюз. Это инфраструктура, законодательное регулирование приводится в соответствии с нормами Европы. Поэтому сама по себе вот эта идея, она положительная, и если я не ошибаюсь, могу ошибаться, Евросоюз образовался во времена не кризиса. Сейчас, конечно, кризис, денег всем не хватает, начинаются какие-то мелкие, иногда не очень мелкие склоки. Я считаю, что, я надеюсь, что все эти вопросы закроются после того, когда мировая экономика вновь начнет подниматься, и мне, как гражданину России, очень удобно существование Евросоюза с точки зрения путешествий и так далее. Поэтому я надеюсь, что он сохранит свое существование.